На телеканале Ахтопа программа «Актуальное интервью» в студии Елены Мурмиловой. Я с удовольствием представлю гостя нашей студии. Сегодня это Дмитрий Перлин, главный врач Волгоградского областного уровня нефрологического центра. Дмитрий Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Добрый день, телезрители. У нас с вами уже стала хорошая традиция. Мы с вами примерно раз в полгода в год встречаемся, обсуждаем какие-то успехи ваших наших врачей, операций, которые, возможно, по каким-то уникальным технологиям сделаны в вашем центре, который вы возглавляете. Чем на этот раз можете порадовать? Ну, конечно, мы за это время много сделали операций. Наверное, некоторые из них достаточно интересные. Вчера удалось эндоскопически удалить почку весом более 5 кг, что, в общем-то, почти рекордом является. Но я бы, наверное, сейчас акцентировал внимание на этом. Мы, знаете, какие-то... Мы, действительно, периодически для себя какие-то подводим этапные итоги, делаем для того, чтобы сделать какие-то выводы и для того, чтобы, как-то, может быть, что-то скорректировать. Поэтому, вот, оглянувшись на очень небольшой даже период, на 2-3 года назад, мы видим, что ситуация, к счастью, может быть, меняется в лучшую сторону. Я не могу говорить о статистике за такой короткий период, что, к сожалению, пока не могу сказать о статистике, что улучшилась ситуация с заболеваемостью или даже, может быть, с выживаемостью пациентов. Но мы видим, что даже за такой короткий период, благодаря все-таки внедрению каких-то методов ранней диагностики, и стало больше пациентов, ну, если говорить об онкологических заболеваниях, стала, вот, пока тенденция такая, трудно говорить о большой статистике, но пока тенденция такая, что стало больше пациентов с менее запущенными стадиями заболевания. То есть более ранее выявление идет? Да, все-таки, все-таки. И несмотря на то, что вот не все, как мне кажется, гладко в ранней диагностике, и, например, из некоторых программ диспансеризации ушел так называемый анализ крови на ПСА у мужчин. Но, тем не менее... Это один из онкомаркеров. Да, это один из онкомаркеров. Мы знаем, что рак предстательной железы на сегодняшний день во всем мире, ну, только что если вычесть Японию и Новую Зеландию, то по всему остальному миру находится на первом месте, на абсолютно первом месте по темпам роста среди всех опухолей. Вообще всех опухолей, не только среди мужчин, но и вообще всех опухолей, в том числе среди женщин. Поэтому колоссально... А какие-то причины этого есть? Какая-то предрасположенность, возможно, образ жизни? Знаете, ну, много версий, много версий. Это произошло за последние буквально 2-3 десятилетия. Поэтому еще так быстро... 2-3 десятилетия – это не очень много для вот такой популяционного анализа. Поэтому пока на этот вопрос ответить трудно. Да, наверное, играют и экологические факторы, изменение образа жизни человека, может быть, меньше физического труда, больше умственного, больше стрессов. Давно доказано, что... Ну, есть такая пословица, что предстательная железа – второе сердце мужчины, да? Ну, а сердце, все болезни сердца, мы знаем, они от нервов. Это, конечно, шутка, но на самом деле стрессы большое значение имеют и для заболевания предстательной железы, как это ни странно. Хотя от головы это вроде бы далеко. Тем не менее... Тем не менее, вот мы видим, что количество процедур, которые относятся к ранней диагностике, например, биопсии предстательной железы, возросло несколько раз даже за такое время. А это приводит к чему? Это приводит к тому, что меньше пропускается заболевание на ранних стадиях и больше выявляется на той стадии, где это еще не вызывает симптомов. Потому что мы знаем, что когда уже есть симптомы заболевания онкологического, чаще всего это уже, к сожалению, третья или четвертая стадия заболевания, которые, конечно, лечатся хуже. И, конечно, мы продолжаем заниматься лечением самых различных стадий заболевания. Мы говорим и об опухолях. В четвертой стадии, так называемые, это 4, и с простыми другими органами мы стараемся этих пациентов лечить. И, в общем, нередко успешно. То есть, если это даже не операбельный случай, то какое-то качество жизни еще нужно обеспечить? Да, есть апеллиативные операции. Но, конечно, на результаты лечения, на выживаемость пациентов, отдаленную выживаемость, во многом играет роль, наиболее важную роль играет ранняя диагностика. И поэтому здесь можно, конечно, много говорить про уникальные операции. Мы их делаем и будем делать, и новые продолжаем разрабатывать. Но чем раньше заболевание выявлено, тем больше шансов, тем больше вариантов лечения. Но чем раньше заболевание выявлено, тем операция проще. Не то, чтобы мы были ленивые, но это больше шансов для пациента. Проще реабилитация. Проще реабилитация. Я уже не говорю о том, что мы деньги вынуждены считать. Дешевле лечения на ранних стадиях, тем на более поздних. И, конечно, это позволяет оказать помощь большему количеству пациентов. Я уже не говорю о том, что судьба пациента другая. И сейчас мы видим многих пациентов, которые... Это приятно очень, когда пациент появляется через 20 лет после того, как ты его оперировал. И у него все в порядке. Он излечит болезни, хотя болезнь когда-то считалась неизлечимой. И пациенты с онкологическими заболеваниями... Мы сейчас видим уже наши отдаленные результаты. И тех пациентов, которых мы оперировали 20 лет назад, многие из них сегодня целы, здравствуют. И, возможно, умрут в старости от какой-нибудь другой причины, не связанной с онкологическим заболеванием. Ну да, от этого заболевания вы его спасли. В то же время настороженность должна быть очень большая. Даже среди пациентов, которых мы спасли от одного онкологического заболевания, знаете, уже давно не работает та поговорка, что снаряд два раза в одну воронку не попадает. Считалось, что у человека не может быть другого заболевания. Много лет это бытовало, что какое-то одно серьезное заболевание у человека, онкологическое, во всяком случае. Вы знаете, сейчас мы видим очень много людей, у кого мы излечиваем один вид опухоли, один вид онкологического заболевания, у него выявляем во время лечения другой вид, и давай через некоторое время и третий. То есть системные вот эти вот наши какие-то генетические ошибки накапливаются. Действительно, экология на это влияет, стрессы, которые испытывает человечество, может быть, образ жизни. Но так или иначе, за последние годы количество пациентов, которые имеют больше одного онкологического заболевания, одновременно или последовательно, их возросло в несколько раз. И об этом надо помнить, и поэтому, когда мы лечим, когда пациент к нам поступает, например, с опухолепредставительной железы, мы, конечно, смотрим и остальные органы, во всяком случае, те, что наши компетенции, то, что являются те уронефрологические заболевания, заболевания уронефрологического профиля, которые мы можем выявить, и целый ряд пациентов, которые приходят к нам с опухолевой почки, а мы, помимо этого, находим, ну, к примеру, среди мужчин рак предстательной железы, который тоже требует лечения, и наоборот. Поэтому, конечно, настороженность в нашем отношении выявления и ранней диагностики заболеваний, она должна все время увеличиваться, потому что, помимо того, что мы должны на ранних стадиях это уметь определять, мы должны еще и понимать, что это может оказаться не единственное заболевание пациента. Дмитрий Владиславович, вот вы сколько раз мы с вами встречаемся, разговариваем, и я посмею сделать такой вывод, что, на самом деле, большая часть операции, которую вы проводите, все-таки связана с онкологией, хотя это не основной ваш, не единственный ваш профиль. Вы знаете, это действительно не единственный наш профиль, у нас уронефрологический центр, но если взять современную урологию, наверное, не только урологию, но я говорю про урологию, поскольку наш центр именно этого профиля, то в любой специальности, ну, в урологии в том числе, на сегодняшний день, в около 80%, 75-80% это составляют онкологические заболевания. Ну, количество их стремительно возрастает, частота их увеличивается, ну, и те пациенты, которые требуют внимания уролога, их тоже увеличивается. Здесь не только отрицательный момент, то, что растет заболеваемость, и в результате это получаем, но и, с другой стороны, вот все-таки диагностика, которая позволяет выявлять заболевание на более ранних стадиях, когда это заболевание еще можно радикально вылечить, подвергнуть хирургическому вмешательству, а все еще до сих пор наиболее радикальный метод лечения онкологии, большинство онкологических заболеваний, за некоторым исключением, это является оперативной, то есть выполнение хирургической операции. Если там 5-6 лет назад большое количество пациентов было, которым изначально уже невозможно было выполнить операцию, что они шли на дистанционную лучевую терапию, то другие методы химиотерапии, более палеотивные, то сейчас может быть просто возросло количество пациентов, которых можно вылечить хирургически, тем самым радикальность лечения увеличивается, хотя им может понадобиться, конечно, адювантная химиотерапия и, может быть, в каких-то случаях комбинированная лучевая терапия, внутрипузырную терапию используем, но, во всяком случае, изначально выполнение радикальной операции, или, по крайней мере, попытка выполнения радикальной операции, это всегда увеличивает срок жизни пациента. Ну, собственно, и качество жизни. Ну, и качество жизни, конечно, да. Вмитрий Волосович, в мае месяце перед Днем Победы вы объявляли акцию, приглашали ветеранов и другие категории граждан к вам прийти на обследование. Отклик был хороший? Отклик был. Вы знаете, ну, к сожалению, не могу похвастаться. Акция прошла, да, мы, я надеюсь, улучшили качество жизни обратившимся к нам ветеранам, но, к сожалению, не могу похвастаться большим количеством обращений. К сожалению, мы связываем это с тем, что, наверное, не так много ветеранов осталось просто. И даже те, кто остались, возможно, что не все, несмотря на акцию, могли дойти до нашего центра. Поэтому, конечно, мы помогли какому-то количеству ветеранов. И люди нам были признательны. И, в общем, те, кто приходил, говорили, что хорошо, что они это услышали по телевидению, увидели и могли воспользоваться этим. Но количество этих людей, обратившихся, конечно, оно невелико. И, к сожалению, оно каждый день, мы и раньше проводили подобные акции, каждый год оно уменьшается. Ну, ветеранов осталось мало. Ну, к сожалению, да. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас Дмитрий Перлин, главный врач Волгоградского властного уровня форологического центра. Дмитрий Владиславович, вот на самом деле сейчас в пору интернету очень много существует всевозможных мифов. Хотя, насколько это миф или нет, вы, наверное, сейчас или подтвердите, или опровергните, существует такое мнение, что заболевания почек больше болеют женщины. Вы, как медик, можете это либо да, либо нет. Ну, я могу сказать вам сразу не только про заболевания почек. Действительно, есть заболевания, которые зависят, связаны с полом. Заболевания почек с полом не связаны. Заболевания почек одинаково, приблизительно в одинаковой степени болеют мужчины и женщины. Если говорить о заболеваниях онкологических, то это приблизительно поровну. Доказано, что доказано, знаете, многие сейчас такие у нас компании проводятся, в общем, я совершенно к ним хорошо отношусь, я сам человек некурящий, категорически против курения, действительно стараюсь, во всяком случае, в рамках нашей клиники с этим бороться среди врачей, понятно, ну и даже среди пациентов, на которых мы не так много влияния имеем, к сожалению. Но все знают, что от курения рак лёгких, но не все знают, что у курения очень много побочных эффектов, частота которых не сильно отличается от риска заболевания рака лёгких, например, доказана зависимость рака почки и курения, рака представительной железы и курения, и в какой-то мере не в такой сильной зависимости рака мочевого пузыря и курения. Мне знают многие, я ещё, вот если у вас в студии будут кардиологи, они вам ещё больше об этом скажут, потому что количество поражений миокарда и сосудов сердца, прежде всего, и не только сердца, периферических сосудов, тоже очень во многом связаны с курением, поэтому то, что мы говорим, вот и на пачке сигарет рисуют там страшные картинки по поводу рака лёгких, это далеко не всё зло, которое приносит курение. Вот если говорить о связи, но действительно, если говорить о заболеваниях уронефрологического профиля, то чаще они вообще у мужчин, потому что, ну понятно, что рака представительной железы у женщин просто не бывает, но если взять рак мочевого пузыря, то он тоже, во всяком случае, в европейской части нашей страны, ну и вообще в Европе, в Соединённых Штатах, приблизительно в три раза чаще у мужчин встречается, и болеет только одна треть женщин. Исключение составляют некоторые страны арабские, африканские, где заболеваемость прямо связана с микробными инфекциями и с паразитарными инфекциями, которые вот у них убегают. Ну, в частности, вот Мансур, один из ведущих центров, тоже не очень немного, кто об этом знает, но один из ведущих центров по лечению рака мочевого пузыря, я там был, учился несколько раз. Мне очень нравится этот центр, это Мансур, это Египет, по нашим понятиям, вот такая глубокая египетская глубинка, великолепная клиника, университет, и туда едут учиться очень многие европейцы, но американцы не доезжают так далеко, а вот европейцы очень многие с удовольствием там учатся, я там тоже был, мне очень нравится. Центр колоссальный опыт имеет в раке лечения рака мочевого пузыря именно у женщин, этому невозможно нигде научиться, женщины болеют реже, к счастью, в нашей полосе, но они просто виртуозы, и они великолепно вот справляются с хирургическим лечением рака мочевого пузыря у женщин. Потому что вот у них, вот у них это вот, я с чего начал, что у них частота заболеваемости рака мочевого пузыря у женщин даже выше, и это связано с паразитарными инфекциями, вот в частности в Египте это с теми паразитами, которые живут в Ниле. Это вот то, что характерно для них. Но существует опять же мнение, что для Волгоградской области очень характерна мочекаменная болезнь, то есть это является таким эндемичным для нас заболеванием, это на самом деле так? Да, это не миф, это действительно так, Волгоградская, Астраханская область и некоторые республики Северного Кавказа, они лидируют в Российской Федерации по чистоте развития мочекаменной болезни. Я это прежде всего связываю с водой, много версий было, там и питание, вот, потребление томатов в пищу. Но, честно говоря, наиболее вероятно, трудно доказать одну какую-то причину, конечно, но вода однозначно здесь имеет большое значение. Но, тем не менее, девиз Всемирной организации здравоохранения, что касается заболеваний почек, ночнее утро со стакана воды, он все-таки актуален? Да, конечно, это актуально, надо, единственное, с единственной оговоркой, вода должна быть чистой, конечно, надо пользоваться, я сам пользуюсь, всех призываю, надо пользоваться водой, там, бутилированной из каких-то известных источников, и, несмотря на всякое разнообразие таких бытовых фильтров, они все-таки не дают такой очистки, как промышленная. Поэтому я бы из крана воду не пил, а начинал бы действительно день со стакана воды, лучше с двух или трех, но из такой достоверно очищенной воды, из источников, не из водопровода. У нас совсем немного времени остается, но я еще успею вас спросить. В этом году состоится Всемирный конгресс в Лондоне, вы на него поедете и что будете рассказывать? То есть о чем докладывать, то есть какой опыт свой повезете туда? Да, действительно, нам даже напомнили о том, что мы должны участвовать, ну, спросили во всем случае, будем ли участвовать в этом конгрессе, секретарь конгресса, один из секретарей конгресса звонил и спрашивал, мы что-то в этом году поздно подали нашу заявку на участие. Да, я, как и предыдущие 10 лет, мы планируем участвовать в работе конгресса Всемирной организации, Всемирного общества эндоурологов. У нас будут в этом году, я надеюсь, вот еще нет окончательного решения, потому что работы принимают, отбирают там, но мы в этом году хотим показать две работы. Одна связана, как всегда, с лечением распространенного рака почки. Это вот тот случай, который был в конце прошлого года, да? Вы знаете, ну, это уже не случай, это уже серия. То, что мы с вами говорили, это все правда, потому что основным критерием, мы говорили, является не только выполнение какого-то там, постановка какого-то рекорда, выполнение какой-то рекордной операции уникальной, но и насколько она повторяема. Потому что мы понимаем, если это та операция, которую можно сделать один раз, она, наверное, не очень много принесет пользы. У нас уже накопилось, за такое короткое время у нас накопилось серии с шести или семи наблюдений. И у нас уже, ну, это еще не статистика, но у нас уже есть анализы, мы уже какие-то сделали для себя выводы, хотим их показать, представить на обсуждении всемирное. И еще у нас одна очень интересная работа, мы ее делаем по просьбе и по призыву вот тоже многих таких профессионалов, экспертов эндоурологии, онкоурологов. Мы хотим показать, ну, у всех есть осложнения, и мы, одна из наших работ посвящена как раз вот многолетнему, накопленному за много лет разбору, можно так сказать, разбору ошибок. Где-то это ошибки, где-то это не ошибки, а просто по объективным причинам возникшие проблемы во время операции. И те способы, которыми нам удалось их ликвидировать. Вот такая вот работа интересная, мы попытаемся представить. Ну, остается пожелать вам успеха и удачи в работе. Спасибо вам большое. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас был главный врач Волгоградского областного уронефрологического центра Дмитрий Первин. Еще раз вам, Дмитрий Владиславович, огромное спасибо за беседу и до свидания. До свидания.